Добрый день, уважаемые абитуриенты, добрый день родители абитуриентов. Рада приветствовать вас на дне открытых дверей лингвистики и образовательной программы иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе. Меня зовут Шевелева Марина Сергеевна, я руковожу департаментом иностранных языков в высшей школе экономики. Традиционно на таких мероприятиях работает Елизавета Александровна Смирнова, академический руководитель программ иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе. Сегодня Елизавета Александровна болеет, поэтому работать с вами буду я. У нас с вами моя часть примерно на 40-45 минут и она будет состоять из трех частей. Я вам расскажу о программе, отвечу на ваши вопросы, которые будут у вас в аудитории и в онлайне. И третьим моментом я награжу победителей нашей всероссийской конференции ITEL, которая прошла недавно и я надеюсь, что победители, лауреаты разнообразных секций тоже присутствуют в зале. После этого в 12 часов в аудитории 115 у вас начнутся мастер-классы и даже если вы выбираете образовательную программу или вуз, то эти мастер-классы я вам настойчиво советую посетить, если вы собрались в следующем году или в этом году сдавать ЕГЭ. Эти мастер-классы проводят наши коллеги Оксана Олеговна Войшко и Екатерина Владимировна Поздеева, которые много лет являются экспертами ЕГЭ, проверяют как устную, так и письменную часть. Обе обладают правом третьей проверки в сложных случаях, поэтому это те коллеги, которых обязательно нужно послушать перед тем, как сдавать экзамен. Ну что, давайте начнем. Наша программа сочетает в себе изучение иностранных языков и изучение основ ведения бизнеса и направлена на подготовку специалистов, которые будут работать в международной среде, могут построить карьеру на предприятиях, которые имеют международное присутствие. Межкультурная коммуникация – это большое путешествие по миру. Сейчас мы с вами его начнем вместе. Я вам расскажу о трех моментах. Это особенности нашего учебного плана, это конкурентные преимущества нашей программы. И в конце отдельно остановлюсь на том моменте, как к нам поступить. Межкультурная коммуникация, как и полет, начинается с полета. И здесь самое главное – встать на два крыла. Два крыла – это наши два иностранных языка. Когда к нам приходят студенты на первый-второй курс, они в обязательном порядке изучают первый иностранный язык или английский язык в большом объеме, и второй иностранный язык. Также на первом-втором курсе студенты изучают такие предметы, как теорию языка. Обязательно есть предметы по цифровой грамотности, потому что в современном мире без цифровой грамотности не выжить ни на одном предприятии и не в собственном бизнесе. И есть дисциплины по выбору. Например, на первом курсе, если студент имеет такую более лингвистическую направленность, то он может выбрать такую дисциплину, как история и культура Великобритании. Дисциплина сразу читается на английском языке. Если у студента есть большая склонность к изучению бизнеса, то выбирается дисциплина основы менеджмента. Ну и традиционно многие студенты выбирают такую дисциплину, как самоменеджмент и управление личностными ресурсами, потому что, как правило, всем интересно, как за имеющееся ограниченное время достичь наибольших результатов. Ключевые навыки, которые студенты получают к концу первого и второго курса, это коммуникация на двух языках. Могу привести вам пример, когда то, что сделали наши студенты, вызывало у меня гордость. Они учили китайский язык в течение года, и к концу первого курса у них было занятие с носителем языка из Китая, в онлайне, конечно, и они могли достаточно свободно изъясняться, выражать свои мысли. То есть мне, например, это очень понравилось, и даже какая-то зависть у меня к ним есть, потому что сама я китайский язык не знаю. Также к концу первого курса студенты у нас могут анализировать и производить тексты, работать с цифровыми продуктами, и могут анализировать, интерпретировать, даже создавать визуальную информацию. На первом и втором курсе студенты выполняют проекты. На первом курсе студенты выполняют проекты в рамках научно-исследовательского семинара, то есть научные, как правило, проекты. На втором курсе мы предлагаем большее разнообразие проектов. Тот, кто хочет заниматься научной работой, имеет научный проект. Студенты могут выбрать проект прикладного характера, а также сервисный проект. Ну и проявить какие-то свои организационные или творческие способности. Давайте посмотрим на примеры таких проектов. Те проекты, которые мы реализовывали. Развитие навыков публичной коммуникации на английском языке. Проект был реализован в онлайне, когда преподаватель из американского университета преподавал навыки публичной коммуникации. А потом наши студенты эти навыки притворяли в жизнь, выступая перед другими студентами, отвечая на вопросы. В рамках нашей научной лаборатории, о которой я расскажу вам немножко позднее, студенты анализировали ошибки в переводе текста, сделанные нейросетью. Также студенты наши выполняли переводы на английский язык страниц подразделений неувше. На третьем курсе начинается специализация. У нас три специализации. Первая специализация – это межкультурная деловая коммуникация. Это традиционно самая популярная специализация. Вторая специализация у нас более традиционная – перевод и переводоведение. Но несмотря на ее традиционность, она очень популярна у наших студентов. И также есть запросы, поэтому у нас есть третья специализация – Теории и методика преподавания иностранных языков. И здесь мы делаем акцент на преподавание с помощью цифровыми инструментами или в онлайн-среде. Например, на всю высшую школу экономики у нас есть три цифровых консультанта. То есть это коллеги, которые способны проконсультировать всех других преподавателей о том, как преподавать в современных условиях в цифровой среде. И два из этих консультантов работают на департаменте иностранных языков. Как раз вот они и способны нам обеспечить эту третью специализацию, теории и методика преподавания иностранных языков с разворотом в цифровую среду. Если говорить о том, какие ключевые навыки или новые горизонты получают наши студенты на третьем и четвертом курсе, это организация межкультурной деловой коммуникации, решение конфликта в деловой среде, владение видами и инструментами перевода, обучение языкам с использованием новейших методик и инструментов, например, онлайн, и понимание основ ведения бизнеса. Давайте мы с вами поподробнее остановимся на каждой из этих специализаций, что же слушают наши студенты. В рамках межкультурной деловой специализации они будут слушать такую дисциплину, как теория и практика межкультурной коммуникации, управление конфликтами в межкультурной среде и корпоративная культура и деловая коммуникация. Ну вот, например, в пятницу у меня было занятие со студентами второго курса, и мы с ними разговаривали о том, где же полученные навыки они могут применить. И один из студентов сказал, ну вот мне бы хотелось открыть фирму, которая будет помогать другим фирмам выходить на рынок Китая и вести там дела. То есть вот это один из возможных вариантов. Второй профиль, вторая специализация – это перевод и переводоведение. Здесь мы преподаем такие дисциплины, как теории и практика устного и письменного перевода, проблемы англо-русского перевода и деловой перевод. И третий профиль, третья специализация – это теории и методика преподавания иностранных языков. Здесь у нас реализуются такие предметы, как педагогическая психология и методика преподавания иностранных языков, современные технологии обучения иностранным языкам и методы онлайн-обучения. Примеры проектов, которые студенты выполняют на третьем курсе Разработка программы визита иностранной делегации Перевод текстов различной стилистики для внешних заказчиков Например, перевод рекламных материалов для компании, которая участвовала в выставке в Объединенных Арабских Эмиратах Компания приняла решение, что они в этой выставке будут участвовать Но обнаружила, что когда к ним приходят заинтересованные лица, нет даже возможности какую-то раздатку дать Перевод такой раздатки информативного листа на английский язык может быть примером проектов студентов И, наконец, разработка методики цифрового обучения иностранному языку Например, разработка и проведение урока с использованием цифровых инструментов Ну и к моменту окончания обучения студенты будут иметь богатый практический опыт реализации проектов Прохождение практики и, самое главное, работы в команде В чем же сила наших выпускников, чем мы отличаемся от других? Во-первых, первый иностранный язык наши студенты будут знать на уровне не ниже C1 То есть это уровень upper intermediate, уровень достаточный для общения не только в деловой, но даже и в академической среде Если говорить про второй иностранный язык, то студенты будут знать его не ниже уровня B1-B2 А некоторые студенты достигнут и уровня C1, то есть фактически будут свободно владеть двумя иностранными языками Также наши выпускники будут иметь опыт или навыки в области эффективных деловых коммуникаций в мультикультурной среде Анализы и визуализации текстов Будут знать основные принципы работы компаний, основы управления организационными процессами Помним, что у нас каждый год студенты имеют возможность слушать тот или иной предмет менеджериальный Если на первом курсе это основы менеджмента, то на втором курсе это организационное поведение А на третьем курсе это управление человеческими ресурсами Наши выпускники будут уметь выстраивать образовательный процесс Разрабатывать методики обучения иностранным языкам Могут продвигать себя в интернете, например, собственный сайт Чтобы иметь возможность преподавать в онлайне Конечно, наши выпускники, поскольку проекты они выполняют в основном в группе Будут иметь возможность работать в проектных командах, договариваться друг с другом Устанавливать общие цели Теперь мы поговорим о тех преимуществах, которые дает высшая школа экономики в целом Во-первых, у нас и в этом году реализуется программа внешней академической мобильности На настоящий момент у нас есть студент То есть это означает, что вы можете поехать на полгода или на год обучаться в зарубежном университете Список их четко определен За обучение вы не платите Конечно, придется заплатить за перелет и за визу, и за проживание в кампусе Например, у нас, понятно, что сейчас такая внешняя мобильность ограничена Но тем не менее, например, у меня одна студентка уехала в Ереван учиться И еще одна студентка у нас на настоящий момент рассматривает возможность уехать в Японию Также у нас есть возможность внутренней мобильности Это когда можно провести семестр или два семестра в другом кампусе, где есть такая же программа Кампусов у нас всего четыре Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Пермь И вот программа иностранные языки и межкультурная коммуникация с небольшими вариациями в названии На настоящий момент реализуется в трех кампусах Москва, Нижний Новгород и Пермь На настоящий момент у нас шесть студентов со второго курса целый год проводят в московском кампусе Где обучаются по той же образовательной программе И здесь, конечно, самая красота в том, что учебный план одинаковый Соответственно, они учатся в московском кампусе, приезжают сюда и остаются без каких-либо долгов Потому что программа идентичная Да, и еще студенты имеют возможность реализовывать свои проекты в любом кампусе И выбрать научного руководителя из-за любого кампуса при желании Наше конкурентное преимущество это языки Все студенты учат английский язык Причем группы сформированы по уровню владения английским языком Они не перемешаны Соответственно, сильные группы учатся вместе И те, которые, к сожалению, пока имеют только уровень B1 или B2 Они также учатся вместе На первом курсе студенты выбирают второй иностранный язык Мы предоставляем выбор между китайским, немецким и французским языком Выбираете вы один иностранный язык и дальше учите его все четыре года У нас до двух раз больше часов и первого и второго иностранного языка Потому что мы считаем, что это прикладной аспект и сердце программы Если посчитать количество часов английского языка Которое будет на образовательных программах в других вузах У нас его будет практически до двух раз больше Аудиторных часов иностранного языка И еще один момент, который мы обычно рассказываем Это деловой английский язык Часов делового английского языка очень много Вынесен в отдельный аспект и в отдельный предмет Например, студенты первого и второго курса Четыре часа в неделю, каждую неделю Изучают деловой английский язык И это в дополнение к практическому курсу английского языка Наша программа это больше чем только язык Происходит это за счет погружения в другие междисциплинарные области Я уже вам рассказывала о тех менеджериальных предметах Которые можно выбрать Кроме того, у нас вообще в вышке не только на нашей программе Есть такое понятие как майнер Это дополнительная специализация Четыре взаимосвязанных предмета Которые слушают студенты на втором и третьем курсе Два на втором, два на третьем И, например, наши студенты могут слушать такой майнер Как стратегия международного бизнеса на английском языке Или востоковедение Наука студентам доступна уже в бакалавриате На нашем департаменте работает научно-учебная лаборатория учебных корпусов И с нашей стороны как раз руководит этой лабораторией Елизавета Александровна Смирнова Это совместный проект факультета гуманитарных наук Московского кампуса высшей школы экономики И Пермского кампуса Лаборатория занимается сбором языковых данных И разработкой программного обеспечения для работы с этими языковыми данными Студенты работают стажерами-исследователями в этой лаборатории Получают опыт научных публикаций, выступлений на конференции И готовят публикации Вот буду сегодня награждать победителей нашей всероссийской конференции И наши студенты впервые очень успешно выступили на этой конференции У нас очень сильный преподавательский состав Коллеги, встроенные в международную научную повестку Активно публикуются, в том числе в международных высокорейтинговых журналах Татьяна Михайловна Пермякова, профессор департамента иностранных наук Руководит специализацией межкультурная коммуникация Много лет публикуется в этой области Татьяна Игоревна Уткина, кандидат филологических наук Руководит специализацией методика и теория преподавания иностранных языков Также много лет активно и очень успешно работает в этой области Дмитрий Сергеевич Туликов, доцент департамента иностранных языков Научный сотрудник как раз той лаборатории научно-учебных корпусов, о которых я вам говорила Много лет является лучшим преподавателем Это когда студенты из всех преподавателей высшей школы экономики Буквально выбирают 10 человек Тех, которые им очень понравились Так вот, Дмитрий Сергеевич Туликов пришел к нам работать И сразу студенты его стали выбирать лучшим преподавателем И стабильно уже 10 лет каждый год студенты голосуют за него как за лучшего преподавателя Что-то, видимо, все-таки он чудесное делает со студентами на занятиях Но, зная Дмитрия Сергеевича, я думаю, что он просто страстно любит английский язык И вот эту вот свою любовь к предмету пытается передать студентам У нас работают преподаватели практики То есть такие преподаватели, которые могут передать студентам не только академические навыки Но и навыки работы в практической сфере У нас пока нет своих выпускников У нас на настоящий момент только первый и второй курс Соответственно, на следующий год мы набираем первый курс И у нас будет третий, второй и первый Но я вам расскажу о карьере выпускницы образовательной программы экономика Она закончила бакалавриат по образовательной программе экономика Потом здесь же в нашем кампусе магистратуру государственное и муниципальное управление Осталась в Пермском кампусе и пошла работать в центре прикладной экономики После этого поступила на программу, ну фактически PHD, это аспирантура, да В Великобритании защитилась и осталась работать в лондонской школе экономики На программе PHD, что такое PHD, это человек, который получил научную степень И хочет продолжать заниматься научной работой Перейдем к тому, как поступать на нашу программу Нужно сдать три предмета Иностранный язык любой, не меньше 60 баллов Русский язык не меньше 50 баллов И на выбор, либо общество знания, либо литература по 50 баллов На настоящий момент у нас нет бюджетных мест, но мы обратились за получением 10 бюджетных мест В связи с решением президента Российской Федерации о том, что ВУЗ может перераспределять бюджетные места От, ну как бы на приоритетное направление Поскольку наша программа является приоритетным направлением, то мы воспользовались этим правом И ждем в конце марта решения о выделении нашей программы 10 бюджетных мест На настоящий момент мы планируем 60 платных мест на 2023-2024 год Полная стоимость обучения 230 тысяч рублей в год И я думаю, что в ваших раздатках, которые вы получили Можно прочитать о том, как получать скидку Как получить скидку, фактически все наши студенты учатся со скидкой либо 50, либо 70% Академическим руководителем программы является Елизавета Александровна Вы видите ее корпоративную почту Она активно отвечает на вопросы Также по этому QR-коду можно посмотреть календарь мероприятий, неувшая для школьников И ближайшее такое мероприятие будет в апреле Когда будет с абитуриентами работать секретарь приемной комиссии И отвечать на вопросы, касающиеся правил приема У нас есть группа абитуриентов ВКонтакте и группа абитуриентов Телеграм Первая часть моей презентации закончена Я готова ответить вначале на вопросы тех, кто присутствует в аудитории А потом на те вопросы, которые поступили у нас онлайн Сейчас мои помощницы возьмут микрофон Задавать вопросы, если они у вас есть Идите сюда, пожалуйста, чтобы вас видели Поднимали руку и вы передавали микрофон Задавать вопросы нужно только в микрофон Потому что в этом случае нас будут слышать также и те, кто присоединился к нам в онлайне Ну что, какие вопросы у вас есть? Раз вы пришли, то они наверняка есть Да, пожалуйста Вы сказали, что есть какие-то на оплату обучения Расскажите, пожалуйста, как они работают Это от баллов зависит? Скидки? Да Да, это зависит от того, какое количество баллов вы набрали А где их можно посмотреть? На страничке образовательной программы Хорошо, спасибо Или можно написать Елизавете Александровне, она вам также ответит Это зависит от того, сколько баллов по ЕГЭ вы набрали Ну, это на первом курсе А на втором курсе от того, насколько успешно вы учились на первом Так, какие у нас еще есть вопросы, кроме очень правильного вопроса про деньги? Может быть тогда, пока вы собираетесь с мыслями, я буду отвечать на вопросы, которые мы получили онлайн Передайте, пожалуйста, микрофон коллеге Она будет эти вопросы озвучивать А я по возможности на них отвечать Поступил вопрос тоже про поступление, про вступительные баллы, про скидки Мы сразу же дадим вам хорошую рекомендацию 8 апреля мы проведем день открытых дверей бакалавриата На котором расскажем вам все про поступление, про технические моменты Про то, какие есть у нас особенности приема в 2023 году Поэтому обязательно тоже следите за нашими мероприятиями В календаре мероприятий для школьников на сайте НИУШПРМ Будьте в курсе последних событий И мы обязательно вам обо всем расскажем Спасибо Вопросов у нас нет Пока больше вопросов нет Про китайский язык был вопрос, но вы уже на него очень хорошо ответили Да, китайский язык это язык по выбору Второй иностранный язык, язык по выбору Я правильно понимаю, что у нас вопросов нет? Да, пожалуйста Сейчас принесут микрофон Я бы хотела уточнить про бюджетные места То есть они, получается, 10 мест все-таки в запасе есть Принимается решение о том, будет ли нам выделено 10 бюджетных мест Решение об этом можно будет узнать в конце марта Хорошо, спасибо В запасе есть, но они в запасе университета Будет ли они нашими, мы узнаем в конце марта На бюджетные места у нас в этом году балл был 280 И выше В этом году у нас 75 студентов первого курса 10 из них занимают бюджетные места Все остальные учатся на оплатной основе И в этом году у нас в этом году